Всем привет! Долго я собирался делать что-то про саму мультивселенную, но теперь кажется достаточно перечитал всего про SCP, чтобы наконец дойти до этой темы. В этом видео вы узнаете, что из себя представляют миры SCP, какие вообще есть и как они взаимосвязаны между собой. Да, это видео я делал достаточно долго. Случилось так потому, что SCP это действительно огромная мультивселенная, и в текстах про загадочный фонд, что аномалии содержат, упоминается гигантское число миров и еще большее число карманных измерений, расположенных между ними. Число миров и карманных измерений бесконечно, а разнообразие их огромно. На этом канале я уже рассказывал и про мир, где до сих пор существует Римская империя, и про тот постапокалиптический мир, где некое божество в 18 веке подарило людям высокие технологии, в обмен на служение себе. И даже тот мир, в котором существует фонд СПС, ставящий главной задачей бить акул в лицо, чтобы разрушить хитрый акулий заговор, он тоже болтается где-то в пене миров мультивселенной. Среди них всех где-то даже находится и наш мир, тот который мы называем реальным. Так что слом четвертой стены тут тоже может быть обусловлен лором. Теперь пора взглянуть на все это безобразие как бы сверху и понять, что оно в целом из себя представляет. Перечислять и описывать все эти локации я не собираюсь. Такое видео было бы не слишком интересным, но я попробую несколько упорядочить это все. Как ни странно, информация по такой важной теме не собрана где-то на сайте SCP в одном месте, а ровным слоем размазано по тысячам статей. Для начала в хабе О и У синтетика, который про ежедневную жизнь фонда SCP, говорится, что в организации есть отдел под названием мультивэ, который исследует другие миры, однако из него удается узнать не так уж и много. Например, что есть некоторые магистральные миры, наиболее устойчивые и здоровые. Они окружены некоторым количеством разных притоков, в которых вещи могут незначительно отличаться от магистрали. Также есть миры поплавки, которые существуют сами по себе и в которых может твориться уже любая дичь. Но это в русском переводе рассказа мультивэ первый курс. Если переключить на английский язык, все станет гораздо понятнее. Дело в том, что в английской версии магистрали называются хабами, а хабы, очевидно, отсылают нас к канон-хабам. Для тех, кто с нами недавно напомню, что в SCP нет общей истории или канона по событиям, но есть канон-хабы, каждый из которых соединяет несколько объектов и рассказов в цельные непротиворечивые истории. При том, что сами хабы нередко рисуют мир SCP совсем не таким, как соседние, и даже могут полностью отрицать друг друга. Так вот, каждый такой хаб представляет собой как раз таки магистральный мир, который окружен в русской версии притоками в оригинальной ветвями. Главный хаб чаще всего называется Baseline, то есть основная вселенная, та, в которой фонд секретен, серьезен, суров и надежно хранит аномалии. Но хабы бывают разные. Есть вот даже хаб лол фонда, который объединяет тексты с припиской J, то есть юмористические. Целый мир, где постоянно творится всякая смешная хрень. Ветви — это миры, напрямую соединенные с хабами, но чем-то от них отличающиеся. Лучше всего ветви показаны в объекте SCP-970, рекурсивная комната, суть которой в том, что через нее можно пройти в соседний параллельный мир. Так вот, ближайшие к хабам миры отличаются от них настолько незначительно, что это практически невозможно заметить. В эксперименте с SCP-970 какие-то заметные различия появились только после 205 смещений в соседний мир в одном направлении. И это различие было в том, что один из участников эксперимента покрасил в том мире волосы в другой цвет. А после 213 смещения относительно основного мира, один из участников эксперимента надел другой галстук на работу. Существенные изменения появляются только при смещении на несколько тысяч миров. Но двигаться можно не только в соседние вселенные. Между мирами существует множество путей. И если тот же SCP-970 является дверью в соседний мир, то многие вещи могут служить порталами в мир и достаточно отдаленные. Как, например, это делает SCP-1437 дыра в другое место. Это, собственно, дыра, в которой можно бросить предмет, и он выпадает в случайном другом мире. Так же, как и из этой дыры, часто выпадают вещи из самых разных миров, в которых вся история человечества пошла совсем другим путем. Фонду известно великое множество таких путей и переходов. И, конечно же, собрав и изучив такое большое число самых различных артефактов, связанных с путешествиями между мирами, фонд смог построить свой портал. В рассказе Multi-Universal of Air описывается устройство, при помощи которого фонд открывает 7000 новых миров в год. Разумеется, во многих из этих миров также есть фонд SCP. Так что фонды из разных вселенных активно взаимодействуют. Кстати, это та причина, по которой ресурсы фонда фактически бесконечны, и фонд на самом деле является сильнейшей организацией мультивселенной. Вот даже в одном из рассказов про SCP-173 статую утверждается, что ее перевезли из одного из миров, где случился конец света, в другой, собственно, в наш мир. И, кстати, учитывая, в какое огромное число миров имеет доступ фонд, даже конец света в одном из них для него, по сути, и не событие. Да, миров в SCP бесконечно много, а в бесконечном множестве, как известно, можно найти вообще любые закономерности. Так что и канонов нет, ибо все канон. Мало того, что миров существует бесконечное количество, так и многие из них еще и окружены карманными измерениями, огромным числом карманных измерений. Одно из них, и самое известное, это то, куда утаскивает своих жертв SCP-106 старик. Такие миры обычно очень маленькие, и обладают низкой плотностью реальности в юмах, и полностью управляются своими обитателями. Потому тот же старик может творить все, что угодно со своими жертвами. Лорды в маске Аллагады создают самые безумные и нередко невозможные архитектурные формы. В карманном измерении находится и библиотека странников, и тот мир, откуда вышли все сущности из малинового убежища. Особенность карманных измерений в том, что все они не появились под влиянием естественных законов физики, а чаще всего были созданы кем-то, поэтому несут на себя отпечаток личности создателя. Мир SCP-783 представляет собой бесконечные итерации деревни, где живет скрюченный человек. Вся Аллагада похожа на бесконечный венецианский карнавал. Библиотека странников — это, собственно, гигантская библиотека, которая существует посреди абсолютного ничего. Также и мир бесконечной Икеи из SCP-3008 — это тоже карманное измерение, куда попадают посетители этой сети магазинов из миров, где они вообще есть. Кстати, на своем другом канале я недавно играл в игру по этому объекту, ссылку оставлю в описании, кому интересно, можете посмотреть. Да, интересная особенность карманных измерений в том, что большинство из них имеют просто какое-то огромное число связей и переходов в другие миры. Вот тех же Икей только в нашем мире полно, а сколько их в других мирах? Да и двери в Аллагаду встречаются не то чтобы очень редко по сюжетам. В мире SCP есть даже организации, главная фишка которых — это знание путей и переходов между мирами. Например, блань-змея, представители которой настолько хорошо знают пути, что могут указаться в любом мире для того, чтобы узнать его загадки. Или курьерская служба Алексильева, которая возит грузы между самыми странными углами мультивселенной. Сами переходы между мирами разнообразны, каких только нет. Хотя многие из них сделаны в виде банальных дверей. Например, SCP-004 под названием «12 ржавых ключей и дверь». Или SCP-249 «Случайная дверь». Ну и многие и многие другие двери, проходя через которые попадаешь в другие миры. Пути, которыми пользуются люди из тлани-змея, обычно представляют собой пути в более привычном понимании. Это различные тоннели, пещеры и тропы. Подобное есть и у Смоленового убежища. Там переход в их мир выполнен в виде тоннеля. Самый, на мой взгляд, интересный вариант — это когда переход представляет собой какое-то обычное место, которое нужно пройти определенным образом. Как, например, проход в SCP-1165. Чтобы воспользоваться которым, нужно пройти определенную улицу в определенную сторону. Есть и более странные варианты. Как, например, SCP-4000, чтобы попасть в которое, нужно выполнить целый ритуал. Но так-то у нас тут SCP. И тут хоррор всему голова. А главный хоррор начинается, когда кто-то заглядывает за пределы миров, карманных измерений и путей. В SCP-3001 «Красная реальность» описывается история, в которой доктор Скрэнтон попал в тупиковую червоточину и растворился где-то в пустоте, сформировав вокруг себя небольшой мир. Да, по одной из версий именно он потом и стал стариком. Так что, несмотря на обилие разных миров, главный хоррор прячется между ними. Между вещами. В пустоте, где нет времени и материи. Жалко, немного объектов играют с этим, но такие есть. Например, SCP-3930 «Крикун в структуре». Видео, про которого было не так уж и давно на этом канале. И да, конечно же миры-поплавки или флотера в английской версии сайта. Это миры, болтающиеся сами по себе и не имеющие связи с другими. Именно в них происходит самая непонятная дичь. Такие, например, часто посещает SCP-507 «Нелюбитель ходить между мирами». Миры, состоящие из живых зефирок. Миры, выглядящие как старые мультфильмы и прочие абсурдно-абстрактные вещи. Всё это миры-поплавки. Такие они, различные и многообразные миры мультивселенной SCP. Вещь, на которой в значительной степени логика SCP основана. Всем пока.